То, что на пульсе от Майл следят за орфографическими ошибками и просят их исправить, ну для того, чтобы попасть на площадку, подключить монетизацию, да и вообще, я рассказывал в самом первом видео, посвященном пульсу от Майл, в подсказках его прикреплю, там я показывал, какие ошибки мне говорили исправить, и тогда мне должны были включить монетизацию и вообще начать крутить мои статьи. Монетизация сейчас у меня есть, статьи крутятся прекрасно, но оказалось всё не так просто, оказалось, пульс продолжает проверять материалы, которые вы выкладываете, ну то есть я выкладываю. Самое интересное, что никаких предупреждений, как на Яндекс.Зене, не выскакивает, показы не перестают давать, канал не блокируется, можно даже и не узнать, что тебя попросили в статье что-то исправить, как это у меня произошло. В общем, как это случилось? Мы гуляли с одним моим товарищем, который дал мне инвайт, приглашение на пульс, и он мне говорит, что ему периодически с пульса пишут и просят исправить какие-то факты, какие-то неточности в статьях, там, что в статьях немного есть кликбейт, при этом канал не блокируют, ничего не происходит, но вот просят. Я тогда подумал, блин, а может и мне что-то подобное присылали, просто я не заходил на почту и не смотрел, ну то есть я вижу какую-то рассылку, вижу ответы на комментарии, да, там приходят на почту, что вам ответили на комментарий, на такой-то, на такой-то, и думаю, может где-то затерялось это сообщение. В общем, пришел домой, полазил к почтовому ящику от Майла, и действительно, среди всех сообщений, 18 января, а сегодня 31 января, нашлось сообщение от пульса, который просит исправить ошибки в статье. Ну то есть, понимаете, прошло уже 13 дней, 13 дней я не исправлял ничего, при этом у меня статьи прекрасно крутились, заработок рос, но вот ничего не изменилось с каналом, хуже ничего не стало. Я, конечно, все ошибки, которые они просили исправить, исправил, написал им, извинился, сказал, что извините, что так долго, просто не видел ваше письмо, ну реально там нет никаких предупреждений, и как бы откуда мне узнать, что если что-то происходит, то они пишут на почту. В общем, сегодня поговорим о тех ошибках, которые просят исправить на пульсе от Мэйл. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Я, собственно, почему решил акцентировать на этом внимание? Я решил, что буду говорить обо всех таких нюансах, о всех отличиях Яндекс.Дзена от пульса, ну потому что это как минимум интересно. Пульс же в свое время говорил, что у них не будет такой ситуации, что они напишут автору, что извините, мы вас заблокировали, потому что так решил алгоритм. Ну то есть, если что-то и произойдет, они будут все разжевывать, объяснять, говорить, просить исправить. Вот меня попросили исправить. Я хочу вам об этом рассказать. Давайте я вам сразу тогда покажу это сообщение, прочитаю его, и как бы сами решите, сильнее придираются на пульсе от Мэйл, чем на Яндекс.Дзене или нет. Читать буду по частям, останавливаясь на каждом пункте. Вот, собственно, вступление. Добрый день. При проверке материала обратите внимание на следующую статью. Тут статья про американского летчика Пауэрса, которого там при Хрущеве сбили советские ПВОшники. Статья была взята с моего канала по истории и успешно перекочевала на пульс от Мэйл. Ну и вот они мне пишут. Мы просим исправить фактические ошибки в тексте и учесть наши замечания. То есть ошибки уже не орфографические, как в первый раз, а фактические. Ну, собственно, давайте вот посмотрим первое. В конце 60-х годов американцы могли спокойно летать на территории СССР и собирать разведывательные данные. Тут они мне уточняют, что похоже, что речь идет о 50-х годах, а не о 60-х, так как полет Пауэрс состоялся в 60-м году. Ну, американский пилот Пауэрс на самом деле был сбит в 60-м году на территории Советского Союза. На тот момент они ранее могли спокойно летать, американцы разведывать данные, но тут вот не повезло, скажем так. Поставили на вооружение новую ракету не так давно, и она смогла достать американский самолет-разведчик. Я тут просто перепутал 60-е и 50-е, написал, что в конце 60-х, хотя в оригинале статьи на Дзене был просто указан 60-й год. Я тут немножко подредактировал и ошибся. Ну, бывает, не так страшно. В общем-то, поехали дальше. Американский самолет пересек границу с СССР в 5.35 утра в районе Байконура. Это я писал в статье. По данным на официальном сайте Минобороны РФ, воздушный разведчик Ю-2, пилотируемый Пауэрсом, пересек советскую границу юго-восточнее города Кировобада, Пенджа, Таджикская СССР. Ну, то есть я сейчас привожу это письмо, чтобы показать, насколько серьезно они проверяют там факты. То есть вот этот текст, который я там написал, что в районе Байконура, я его тоже не из головы взял, я там в одном из источников в интернете посмотрел. Возможно, мой источник как бы стоило указать и поспорить с этим, что вот тут или там. Но на сайте Минобороны, то есть они зашли на сайт Минобороны и посмотрели, где он пересек границу. И поскольку, видимо, сайт Минобороны РФ более авторитетный источник, чем мой, то меня, соответственно, попросили исправить статью. Дальше смотрим. Ну, то есть я на самом деле оригинал цитаты Малиновского нашел и сократил, но не указал это многоточием. Они нашли полную цитату, сравнили с моей в статье и показали мне, что я вот неправильно сделал. То есть либо многоточие, если я что-то убрал из цитаты, либо приводить полностью. Ну, собственно, я исправил это. Но это опять же показывает то, как они внимательно иногда следят за статьями. Ну и последнее, что они нашли в статье, это даже не ошибка, но тем не менее. Среди них старший лейтенант Сергей Сафронов, его наградили орденом Красного Знамени. И они мне пишут, что вот я просто написал о нем, но не указал, за что его наградили. А, собственно, это важно, потому что здесь следует указать, что именно Сафронов был пилотом сбитого МиГ-19 и что он был награжден посмертно. Без этой пометки неясно, почему упоминается именно его фамилия. То есть они меня просят исправить неясность. В тексте нет ошибки, но поскольку я привел конкретного человека, то они просят указать, а почему я его привел в данные статьи. Фамилия как бы есть, но вот так вот. В историческом контексте там просто ситуация такая была. Ю-2 летел, в него выпустили ракеты, Ю-2 сбили, но после первой ракеты было непонятно, достигла ли она цели, сбила ли она этот американский самолет-разведчик. В результате выпустили, если я не ошибаюсь, там еще несколько ракет, по-моему, семь. Ну и, собственно, эти ракеты и полетели. В советские же самолеты, которые патрулировали воздушное пространство там. Одна из них попала в советский же МиГ-19, которым управлял как раз Сергей Сафронов. Ну, это так, историческая справка. Но вернемся опять к статьям на пульсе от Mail. Я привел, собственно, это письмо для того, чтобы показать, насколько тщательно они проверяют статью. Хотя в данном письме они как бы ни одной орфографической, либо пунктуационной ошибки у меня не указали, хотя я уверен, что они там есть. В данном случае проверка прошлась как раз по фактам, указанным в статье. В принципе, случай довольно известный, и может быть поэтому статью так тщательно проверяли. Если бы там менее известный какой-то случай, малоизвестный, может быть и не так проверяли бы. И, собственно, у меня на канале большое количество статей, но за все время, а пишу я чуть больше месяца, мне пришло вот только вот одно такое письмо с предупреждением, вернее даже не предупреждением, а просьбой исправиться. На самом деле, раз уж такое дело, раз предупреждения такие приходят, раз просят исправить статьи, было бы намного удобнее, я не знаю, прислушается ли ко мне пульс от Mail или не прислушивается, но было бы намного удобнее, если бы где-нибудь появлялось какое-то уведомление в самом редакторе, что там просим вас обратить внимание на такие-то моменты. Просто читать письмо на самой почте, это как-то не очень удобно, потому что там очень много приходит вот этих вот уведомлений, рассылки. Я нашел это письмо в папке «Рассылка», и там среди вот этих вот всех сообщений, где написано «На ваших комментариях отреагировали», «Ваш комментарий понравился», «На ваш комментарий ответили», вот среди них можно найти это письмо как бы. Оно не в ряд идет, конечно, там, то есть там есть вот этот отдельный пункт без ответа, который есть, который «Пульс Паблишер». Но я боюсь, когда уведомлений станет уж очень много, когда очень много писем будет приходить, то письмо легко может затеряться. Я, собственно, на данный момент его не прочитал просто потому, что не знал, что они пишут на почту, а в дальнейшем, когда будет много писем, придется просто искать такие вот сообщения. Но я думаю, меры это временные, что-нибудь они более понятные и более простое придумают. Ну и как бы на мой взгляд это очень классно, что они так статьи проверяют, что они следят за качеством материала, который у них есть, что они как бы следят за тем, что вообще авторы постят на их площадке. Но тут есть обратная сторона медали, а что будет, когда авторов будет уж очень много. Ну то есть на данный момент на пульсе отмайл не так много авторов, они выкладывают там, допустим, пусть даже каждый день по одной статье, и все равно это можно проверить. Пусть не каждую статью проверяют, но некоторые из них проверяют, как мы убедились. То есть моему товарищу, который мне прислал инвайт, пришло письмо с просьбой исправиться, и мне пришло. Возможно оно даже пришло нам в один и тот же день, потому что ему пришло вроде как давно, но я-то как бы тоже просмотрел на почте, и мне получается оно давно, 18 января пришло. Может у них есть какие-то дни, по которым они берут и проверяют вот новые статьи, которые там были выложены, либо какие-то старые статьи, либо авторы, которые не вызывают доверия, либо авторы, которые зарабатывают чуть больше, чем остальные. Я не знаю, как это работает, пока непонятно, пока никто об этом не рассказывал. Но система в целом прикольная с этой проверкой, потому что не хотелось бы, чтобы пульс тоже превращался вот в такой вот склад каких-то статей с домыслами, какими-то мыслями непонятными, ну то есть с фейковой информацией я имею в виду. Понятное дело, что в любой теме могут быть разночтения, вот как у меня в этой статье с пересечением границы. То есть по одной информации, которую я вычитал, пилот там пересек границу в районе Байконура, по другой там совсем другое место было указано на сайте Минобороны. Но тут уже получается, собственно, что я не прав, потому что я указал, что там-то там-то, но не указал источник, где это я вычитал. И то есть логично получается, что если указываешь какую-то информацию, пиши источник, откуда ты это взял. Я этого не сделал, меня попросили исправить. Все в принципе справедливо. Как они будут проверять статьи, когда на пульсе будет много-много-много авторов, непонятно. И будут ли они вообще их проверять. Тут два момента. Первый, либо они совсем перестанут проверять статьи у себя на площадке. Второй, либо они там не будут брать всех подряд, кто хочет попасть на пульс. На данный момент попасть на пульс просто так все еще нельзя. Нужен инвайт от того, кто там пишет. Каждому автору, кто пишет на пульсе, ну который уже зарегистрирован там, ему дается три инвайта. И соответственно он может пригласить трех каких-то своих знакомых, друзей, людей, которых он знает и доверяет. И они уже будут так же писать. Вот пока пульс работает по такой системе. Возможно он и будет работать по такой же системе. Пока непонятно. Почему я считаю, что в плане приглашения авторов ничего не изменится и не откроется массовый доступ, хотя может я и ошибаюсь. Ну не зря же они вот так вот проверяют каждую статью. Не может же такого быть, что они сейчас проверяют эти статьи, а потом бах просто и забили. Так что логичнее всего, если вы хотите зарегистрироваться на пульсе, найти человека, у которого есть инвайт и попросить его об этом инвайте. Ну это если вы хорошо пишете, если вы уверены в своих силах как бы, то да, вот это вот отличный вариант. Не стоит ждать, когда там все массово откроют. У меня сразу оговорюсь, к сожалению или к счастью, инвайтов нет. Мне потому что каждый день там по 50 сообщений приходят с просьбой. Ну не 50, ладно, привираю. Но тем не менее много сообщений приходят, типа дай инвайт. Ну нету, их всего три было. Ну и если вы пишете всякий бред, всякую чепуху, в каждом предложении у вас по 50 ошибок, то возможно вам не стоит регистрироваться на пульсе, продолжайте писать на Дзене. Либо вообще нигде не продолжайте писать, потому что Дзен, ну тоже не хотелось бы, что совсем скатывался в полное днище. Может быть после того, как у Дзена сейчас появился полноценный конкурент, Дзен задумается и повернется лицом к авторам. Ну а у меня на этом все, подписывайтесь на мой канал, на инстаграм, тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok